всем привет в общем еду сегодня на рыбалку пока не знаю куда точных планов не строил хотелось бы очень конечно сильно половить хищника наконец-то в этом году хищника вообще не видать нигде по речке сколько бы где не пытался его ловить надеюсь что может быть уже объявился он кто его знает сазана можно в принципе половить сазан еще ловится но как бы говорю хотелось бы больше хищника взял поплавочку несколько закидушек взял спиннинги разумеется ну и еду как бы не в какое-то конкретное место просто поищу посмотрю по берегу сегодня если что-нибудь интересное такое место найду или рыбу какую найду где-то вот буду ловить а так никаких четких планов посмотрим что из этого получится просто еду по берегу без какого-либо точного места и без какой-либо цели что какую-то именно рыбу половить просто хочу половить хищника а там как будет так будет поплавок поплавок спиннинг спиннинг или где-нибудь закидушки поставлю обоснуюсь либо буду весь день ездить по берегу искать какое-то место интересное с хищником в общем посмотрим всем приятного просмотра здесь подниматься вверх весело и один раз на передней приводной легковушки здесь долго пытался подниматься не получилось с первого раза так сказать но возможно если разогнаться хорошо все к речке спустился сейчас поеду вправо туда до упора все разведаю там посмотрю что да как потом если там ничего не найду интересно поеду влево по речке заметил кучу рыбы не смог не остановиться глянуть кто это там стоит он смотрите похоже караси стоят сейчас потихоньку подойдем чтобы не шугать кроме карасей так нами никто не может смотрите просто кишит карась вот она гляньте что творится надеюсь камеру это видно просто немерено он до самого конца весь этот заливчик полностью в карасе но сейчас может быть жара начнется он отсюда и свалит кстати а может быть и нет обычно весной вот такая картина что карась вот так собирается толпой но сейчас то уже осень почему он так собрался я не знаю прикольно сколько его здесь на микроджиг бы половить его но не получится на на пока будешь швырять расшугаешь его отсюда на поплавочку можно ну тоже не факт то надо издалека бросать ну это же как бы расшугаешь не знаю сейчас посмотрим чего здесь пока не буду сильно здесь уметь он здесь такой водоворотик сюда и жерех может зайти наверно здесь пока рыбы никакой не видать не знаю сейчас прокачусь по берегу посмотрим может быть вернуть сюда поразвлечься нового они уже уходят они увидели меня уже начинают отсюда потихоньку сваливать он прям массово дернули я поэтому и говорю попробую еще половить их хоть они здесь и такой толпой ладно поеду дальше прокачусь если то можно будет вернуться попробовать в общем тема такая воды в речке мало не знаю что делать сейчас возможно соберу спиннинг да попробую вот здесь вот побросать может быть здесь какие-то штучные жерешки и будут даже сейчас проверим ничего попробуем сон оттуда сверху начну и пойду вниз по берегу попробую жереха посмотреть может быть он здесь идет и стоит когда-то по осени если вы смотрели мои видео ранешние вот в этом течение я жереха то ловил неплохо но последние два года опа видели это жерех был последние два года с рыбой здесь все не так хорошо как хотелось бы так но это был жерех сто процентов ну чё момент истины в общем вот здесь перекатик на котором обычно судачок клюет жерех вот если здесь не будет поклевки то это точно можно ехать отсюда по течению везде пробросал тишина полнейшая ни одного ударчика сейчас попробуем здесь вот здесь то обычно я ловил вот здесь вот этотcier рыбы нет рыбы вообще нет даже одиночных каких-то там хотел там же видел одного плесканулся мелкий на течение но это все тишина еще время довольно таки рыбацкая ранняя возможно это все из-за уровня воды что здесь вода должна быть прям вот по эти камни самые кончики должны торчать здесь вообще так пешком нельзя было пройти когда нормальный уровень воды здесь был только через лесок с клещами там я кстати поймал одного клеща на себя как-то раз потом его здесь выковыривал сидел на берегу так вот здесь судак прям стоял ну когда течение вот считаю вот так вот было я вот сюда подходил ночью с фонариком и узи судак огромный прям за камнем у так стоял я поставил мы прям здоровенный судачила такой я на него свечу все фонарем даже не уплывал я собрал снасть по-быстрому на нарезку такую и сюда прям только поставил только опустил как он дал короче и все оторвал мне поводок там так и не удалось его поймать ну чё поедем карася ловить если он еще оттуда не свалил и потом двинем выше куда-нибудь потому что это все считай что рыбалки не будет хотя он малька полно здесь под этой пеной вот смотрите здесь проезжаю сейчас смотрите сколько здесь карася вода он весь стоит и вот так вот по всему берегу смотрите вот он я не знаю почему он так осенью здесь собрался если честно он по всему берегу здесь абсолютно дофига его не знаю будет он клевать или нет можно в принципе попробовать сейчас в общем сделал я такую снасть как бы мини доночку так поставил два опарыша грузик сверху чтобы близко не подходить отсюда попробую добросить прям встаю получилось и сейчас мы ним подтащим ну ну давайте карасики давайте блин была поклёвка он ничего творят там блин стада баранов движется в эту сторону я боюсь сейчас и это рыбалка прекратится у у меня ну подергивают наверное мне надо просто уйти выше чтобы вот так по берегу не тащить опарышей сверху буду бросать вдоль берега потихоньку сейчас прокрадусь а потом пойдем в ту ямку в ту лужу где я видел тоже дофига карася и там попробуем но там можно будет на поплавочку попробовать о жерех смотрите мелкий вот он идет на охоту вышел опа 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 может быть он на мою клюнет приманку а ну-ка давай давай смотрите смотрите не передумал блин зацепился ну это вообще же мелочь вот они заходят сюда охотиться на малька так но это мелкие вот в той яме были покрупней конечно карасики а ну-ка они даже плещутся есть первый пошел с много аккуратно вытащим что мне расшугать всю толпу не крупный да ё-моё успокойся я думал они сейчас такие поспокойнее будут не довольно бойкий мелочь так еще попробуем так тихо больше всего я прям все вижу опа пошел такой вот тоже мелочь ё-моё закладывают вот такой вот не долетел вот так вот вот так вот вот так вот Опа, есть. Ну развлекуха конечно, ничего не скажешь. Да блин, не брызгайся ты. Вот таких карасяток подтягать в общем можно. Надо было поставить вообще мормышку. В принципе подхожу довольно близко. Думаю это ненадолго сейчас они посваливают. Вот уже считай они туда все по ушли. Ага, вообще не вижу куда они подевались все. А вон там ямка. Вот туда можно и поплавочку закинуть. Там наверное их куча целая в этой яме. Давайте попробуем, проверим. Ой. Ой, сразу поклевка пошла. Ой, долбят. Кого это я там поймал? Ничего себе. Крупняк пошел. О, блин. Молодец. Сам допрыгал. Пошел я в общем в эту ямку ловить карасей. Там не клюет в той ямке они свалили оттуда. Вот здесь жерех ходит мелкий. Сейчас змееголов один сорвался отсюда. А вон он второй. Только хотел сказать там лежит. Показать хотел в эту камеру. И он тоже свалил. Два змееголова таких некрупных здесь в общем сидели. А вон там какая-то мелочь непонятно. То ли судачки маленькие. Потому что по дну какие-то рыбки длинные. По-моему мелкие судачки вот там стоят. Штучки четыре вижу. Непонятно что за рыба. Если честно сейчас подойдешь они же свалят. В общем рыба здесь какая-то обитает. Да, судачки мелкие-мелкие судачки. Прям вообще там с ладошку. Вот он вот смотрите жерех. Мелкий. Прям под берегом ходит. Гад такой. Иди сюда. На. Кушай. Смотрите. А ну-ка. На. А вот и змееголов тоже мелкий идет. Ооо. Блин, смотрите. Идет, 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 идет. Смотрите, смотрите. Давай. 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 бери. Ну, блин, ну пожалуйста. Ну что ты, я ж тебя отпущу. На камеру разочек. Смотрите, встал. Не может понять, что это было. Ну-ка сейчас еще разок. Не уходи, не уходи. Ай блин, шуганул только. И жерех заинтересовался. Ну, вряд ли он клюнет, мне кажется. А ну-ка получится снять, нет? Он там где-то к берегу пошел. Нифига не видно из-за солнца. Короче, подошел к поплывку зачем-то. Понюхал его. И вон он плавает. В общем, покатался, покатался я по речке. Все ее изъездил. Воды нет. И уехал, в общем, не стал ничего больше снимать. Сегодня решил поехать на озеро. Чисто судачка половить. Ну, на всякий случай взял, конечно, и закидушки, и кукурузу. Потому что у меня оставалась кастрюлька наваренная. Приехал на озерцо, где я раньше судачка ловил. Могли видеть в моих прошлых видео. Ну, здесь ситуация такая же. Воды нет. Говорят, глубина метр. Никто вообще не рыбачит. Озеро заброшенное. Возможно, и рыбы здесь уже давным-давно нет. Думал-думал. Поехать куда-то, что-то другое искать. Но все-таки решил остаться. Попробую все-таки здесь рыбачить. Не знаю. Только вот здесь самая глубина. По идее, вот в этом месте, возле дамбы. Я не знаю, здесь мне остаться. Или, может быть, где я обычно рыбачил. С той стороны. Не знаю. Сейчас, в общем, соберу пару закидушек. Закормлю, поставлю. Ну, и все-таки попробую судачка. Может быть, он здесь еще и есть. Посмотрим, в общем. Расположился я, в общем, здесь на обмелевшем берегу. На таком три донки собрал. Сейчас их поставлю вот здесь. Попробую пока закормить. Просто почему я здесь не хочу сразу сильно закармливать. У меня, во-первых, кукурузы немного. Маленькая кастрюлька. А во-вторых, вся активность рыбы вот там видна по воде. Не знаю. Может быть, я встал неправильно. Просто я знаю, что здесь самое глубокое. Из-за этого только здесь встал. А так, может быть, говорю, стоит и потом туда переехать. Посмотрим, в общем, сейчас здесь заброшу. А потом уже будет ясно, стоит здесь оставаться, не стоит. Посмотрим, остался ли здесь карп. Вот там прям сильная активность какая-то. Может быть, это толстолоб. Не знаю, надо будет сейчас посмотреть. Схожу туда-сюда по берегу. Может быть, остался карп. Но, конечно, больше меня интересует, остался ли здесь судак. Хоть сколько-то его. Потому что раньше его было достаточно много. Ну, если вы смотрели те видео, где я его здесь словил, то я его на форелевую блесенку мелкие судачки клевали. Отлично. А здесь я вот именно на глубине огромных ловил. Посмотрим. Сейчас заброшусь. Будет клевать, будет, не будет, не будет. Тогда, наверное, перееду туда, где активность очень большая. Дно июл и грузила у меня, скорее всего, великоваты для такого дна. Ну, посмотрим. Теперь пока вот так вот далеко не буду особо закидывать, чтобы я мог закормить прямо в точку, где поставлю. Вот так вот так вот. Вот теперьances. еще, чтобы я聚 53 Empireumbensы и территории я подключу это здорово. Гринская праздник имеет брpa, как мечты и простые мечты. Начинается в этом все постепенно неприемлемое деятельное связи. надеюсь что грузило не утащит вы полностью с крючком конечно такая постановка здесь не годится так более лежа ставить именно удилище думаю так пойдет тоже моя цель все-таки сюда сейчас я соберу спиннинг в общем пока донки стоят я пойду пройдусь со спиннингом побросаю заодно проверю какая где глубина может быть все таки придется донки переставлять мне сейчас в общем глянем а вообще как уже сказал вся активность рыбы вообще на другой стороне озера почему-то три ударчика вот получил получил эти ударчики после падения поэтому я не думаю что это я цеплял какую-то рыбу за хребты это скорее всего мелкие судачки дергают за хвост я сейчас пройдусь на обратном пути поставлю просто приманку другую поменьше с меньшим крючком полегче грузик поставлю и посмотрим думаю если это мелкие судачки то хотя бы одного из них я должен всечь вот опять ну вот что это такое ведь не похоже что кого-то я зацепляю там что когда цепляешь на проводке обычно здесь вот прям после падения ударчик либо прям совсем мелкий судак говорю пока слишком крупная стоит приманка пока просто пробью где есть поклевки в каких местах вот в этой луже я тоже кстати ловил судачков а вот смотрите толстолобы по-моему стоят арты кверху подняли чуть спрятались попробую здесь пару забросов сейчас на всетном крючке да здесь тоже есть рыба стоит и здесь отрезала от основного озера считай рот кверху поднимает блин ну вам не будет конечно видно на эту камеру вода и здесь целая толпа ничего себе просто тьма и здесь сейчас вот по ним проведу крючок овсетный поэтому не зацеплю конечно их смотрите волна пошла рот большой толстолобы видать не знаю сюда если снасть поставить они вообще будут клевать нет такой ситуации ну и здесь прям дофига не зашевелились но вся эта лужа увидели аж на вся эта лужа зашевелилась в общем его здесь полно и никак ему отсюда не свалить в общем была только что поклевка о значит все таки судак здесь есть ну может быть и змей голов это был кстати ну здесь вот кто-то стукнул такая вот история хвост оторвали так что думаю можно пробовать ловить ну вот пожалуйста кто сомневался кто не сомневался я сомневался честно скажу но попался все таки мелочь такая вот это вот я первый заброс сделал практически в то же место после откушенного хвоста и сразу удар получил другую приманочку поставил он такой вот мелкий а так бился ну совсем не как судак думал кого-то забагрил если честно оказалось судачок не все потеряно значит можно ловить так что и поклевки были и хвосты откусывали он оттуда я делаю проводки прям от дамбы вода мутная видит он поставил такую зелененькую на яркие то хуже клевало что-то вдарил поставил мандулу возможно забагрил кого-то да нифига себе нет нифига себе судачина огромный вот это да смотрите значит они здесь все таки еще есть смотрите сюда охренеть вот это да прикиньте на мандулу вау вот зачем я сюда приехал вот за ним за этим парнем а я что-то швыряю 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 0 0 0 0 какие-то тычки есть но бесполезные думаю давай поставлю мандулу побросаю чуть-чуть самую маленькую поставил такую двухсоставную и такой удар мощнейший но я если честно думал что блин кто-то мимо проплывал я подбагрил ой смотрите какая пасть офигеть вот он длинный охренеть вот это монстр просто нереально смотрите о вот такая вот зверюга ну вот как я и сказал я вот за такими сюда и приехал о какой хвост огромный о вот это звереныш я понимаю классный судачила о монстр ну вот считаю что не зря я приехал сегодня сюда однозначно такую поклевку вот такого судачину здесь у нас в принципе вот в округе по таким озерам не знаю где еще можно поймать может быть и возможно но я не видел больше таких мест где ловятся именно вот такие экземпляры вот это я понимаю ну там такой удар блин вот и мандула сработала а я что только не кидал уже здесь и такие и такие силиконки и нимбул рачка двух расцветок пробовал что только не попробовал зеленые все что угодно желтые нет нет какой-то слабый ударчик бам и все на донке не клюет ничего я думаю это из-за того что здесь грунт такой проваливается сильно может быть из-за этого сейчас переброшу закормлю еще наверное буду подальше забрасывать теперь просто прикормку не получится так далеко забросить решил в общем сейчас поставлю по второму крючку что мне кажется что крючок который лежат на дне будет будет уходить в подыл потихонечку потому что крючки у меня довольно не мелкие поставлю прям довольно высоко сейчас еще по одному крючку на каждую доночку посмотрим что из этого получится может тогда будут поклевки в общем переделал все на два крючка вот так вот думаю так больше шансов у меня на поклевку все сейчас буду забрасывать один кину далеко второй поближе и второй еще ближе потому что я вот так облавливаю здесь сижу судачка ловлю чтобы они мне не мешались мало ли может быть там дальше где-то будет поклевка ну глубины конечно нет нифига удачи что такое понять не могу за что-то зацеп что ли еще такое это леска натянута е-мое судак клюнул ну ка вытаскивай оттуда давай 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 вытаскивай и более это кстати уже третий наверное раз третья поклевка где-то до этого было парочку сходили я думал что кого-то багрю боли на судак хороший приемы я только что оттуда вытаскивал леску короче вот так же цеплялся вытащил и вот еще одна е-мое судак давай уходи от берега давай давай блин к вечеру клёв и началось блин зацепы непонятные я думал уже всю вырвал здесь эту леску оказывается нифига так ну чё надо наверное при помощи закидушки сейчас это все дело отцеплять что больше не вижу как это можно сделать да и вообще наверно закидушки надо убирать потому что поклевок на них все равно нет там чем не здесь леска нормальная должна выдержать вот так цепанем все это вместе а теперь попробуем вырвать о судак сошел вроде бы нет твое моё можешь геморрой то с этими снастями чужими оборванными судак свалился по моему что-то уже ничего не тянет оба все хорошо хоть убрал что поклевки говорю были и судак на месте судачок ну такой нормальный судачок конечно не монстр как того я поймал ну-ка тихо болеем резине хана надо новую насаживать откусывают сразу же но тихо блин колючий такой о такой небольшой сваливает сваливаем пойду еще одну такую же оранжевую принесу сейчас насажу поможет этой походу все хана ну да здесь разорвана в хлам сейчас еще будем пробовать в клев начался походу прям на середине озера далеко далеко швырнул там прям практически на самом выбросе клюну еще мельче хоть не порвал сели кошку это хорошо давай сваливай да блин так поехали дальше вот там далеко далеко неужели они стоят там где-то на центре а вот и поклевка на донку вот не зря я так положил ох ничего себе ухты блин прям в кушеры ё-моё нет только не в кушеры прям вот в это дерево давай выводи оттуда ё-моё кто тоже там мощный смотрите так надо фрикционным ничего себе поклевка дождался все-таки блин все-таки дождался интересно кто там что-то там огромное блин я себе там что-то шевелится ничего себе кто это это что-то очень прям тяжелое сазанчик ну попер он конечно капец мощно ничего не скажешь ничего себе монстр вот это кабаняра вот это да тише тише ну долбанул он конечно смотрите какой офигеть вот это да сазаняра такой блин долбанул о какой крупняк даже не ожидал что клюнет то уже сегодня на донку а оказалось вон оно че вон какой ну че заберем его домой маме отдадим просила рыбы один судачок один сазанчик думаю нормально будет пойдет да хе-хе вот это рыбина я понимаю ну давай давай опа ну все в общем буду заканчивать я эту рыбалку неплохо неплохо кстати порыбачил даже сам не ожидал судачки поклевали не помню сколько их штук 5-6 поймал плюс сходы еще были тоже много раз сазанчик всего один клюнул но я тоже не унываю он довольно приличного размера зато на реке сами видели какая ситуация воды сейчас нет можно поехать куда-то внизу еще половить сазана амура попробовать еще можно еще деньки такие теплые стоят а что касается хищника ни сама ни судака ни жериха на речке сейчас нет почему-то не знаю вообще не ловятся не клюют в этом году вообще не видал их сейчас как немного начнет холодать поеду на речку искать все равно судака жериха поеду на водохранилище искать также хищника на сама тоже хочу попробовать съездить в одно местечко есть подходящее такое проверю клюет не клюет он может быть кстати будет напишите в общем в комментариях на какую вы хотите чтобы я съездил рыбалку посмотрим может быть соберусь куда-то скатаюсь я просто жду видите когда холода начнутся сейчас еще стоят теплые дни по ночам уже более-менее прохладно видите судачок уже начинает поклевывать так что думаю уже можно на водохранилище поехать попробовать судачка половить в общем пишите в комментариях какую вы хотели бы посмотреть как я ловлю рыбу на этом все сейчас я еще немного побросаю джик ну так уже оставил здесь по малости на берегу вещей потом соберусь да поеду домой а вам спасибо что досмотрели до конца пока пока увидимся на следующей рыбалке смотрите морда огромная пылесосит вверху поднимают морды и по поверхности с воды все собирают вот оно видели толстолоб ну вот здесь их много конечно блин вот он мощный проткнет блин своими этими шипами пять секунд здоровенный да двушка думаю в нем то точно есть даже мой не войдет ничего себе фу мощь а ну-ка второй качок опа ух не это трешка точно я что-то подумал что он килограмма два поначалу трешка точно в мешок даже не вошли офигеть можно ünden что и л и то то и 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